Депутаты Горсовета не знают, что делать с муниципальной собственностью народных избранников не устроил список из 25 объектов, которые собирались внести в программу приватизации. Нежилые, подвальные и производственные помещения давно не сдаются в аренду, потому что или коммерчески непривлекательны, или попросту находятся в разрушенном состоянии. Не помогли даже увещевания мэра города. Вячеслав Двороховский напомнил депутатам, что состояние помещений с каждым днем становится все хуже. Вырученные от продажи имущества средства можно направить на другие статьи расходов, например, на поддержку муниципальных пассажирских предприятий. Но парламентарии к единому мнению так и не пришли. Проект вернули в комитет для пересмотра. Та же участь постигла и другое решение. Народные избранники отказались конкретизировать свои расходы на депутатскую деятельность. А, между прочим, этого требовала прокуратура. Чем более конкретно прописано и нет двоякого толкования, соответственно, не будет ни у кого упреков или подозрений, что направили не туда, а не своему или товарищу депутату что-то там подарил. Чтобы не было двоякого толкования. Например, там возмещаются затраты, связанные с подарками и цветами, например, по каким-то праздничным датам. Вот уточнили, что это должны быть государственные праздники. Расходы связаны с интернетом, с тем, что оплачиваться может только расходы по одному телефонному номеру. А потом связаны с транспортными расходами. Кроме того, Департамент финансов Омска предложил увеличить финансирование КТОСов. На 76 комитетов территориального общественного самоуправления планировалось направить 44 миллиона рублей. Однако не все депутаты были согласны с увеличением расходов, учитывая, что прокуратура в своем протесте указала, что это неэффективное расходование бюджетных денег. Однако, по мнению чиновников, неэффективное не значит не целевое. В итоге было принято решение, что в течение пяти рабочих дней будет сформирована специальная комиссия, которая до 15 июня предоставит свои предложения, сколько денег можно будет потратить на общественников.